Небольшой снежок, теплый свет фонарей и яркий блеск гирлянд – главные атрибуты новогодней столицы России. Первый раз это звание вручили в 2012 году Казани, затем Волок да Владимир, ряд других городов. Давайте разберемся, что это дает городу и его гостям. Зимние забавы привлекают туристов со всей страны, поэтому города и соревнуются за звание стать новогодней столицей России. Побеждает тот, кто придумает лучшую программу. Калуга покорила всех своей идеей ретро-футуризма, посвященной 60-летию первого полета человека в космос. Даже главный символ праздника – снежинку – изобразили в обнимку со спутником. Примерно на три недели с 20-х чисел декабря до конца новогодних праздников скверы, парки и набережные блестят. Чтобы добавить новогоднего лоска, устанавливают традиционные скульптуры, которые ассоциируются с зимой. Чтобы добиться вау-эффекта, строят арт-объекты. Например, это елка, которая, кажется, готова улететь в космос. Остаются на городском концерте и надеются больше не подскользнуться. На Калужском льду Александра Шуломцева, Михаил Городников. Время новостей.